Друзья, привет, привет! Сегодня мы приехали в гости, вы сейчас узнаете, к кому. Здравствуйте, добро пожаловать, привет! Проходите, посмотрите, какая у нас красота, я исполнила свою главную мечту, приехала жить на море, обалдеть, красота, очень красиво и ароматно, тему ароматного бизнеса. Проходите к столу, присаживайтесь, будем пить кофе Армель, есть домашнюю еду с натуральными фруктами, только с дерева. Друзья, всем привет! С вами сегодня семья Селезневых и мы в гостях у Жанны Моториной. Маленькая предыстория, да, сейчас вы поймете, кто же такая Жанна и вообще, как мы попали в этот прекрасный, уютный уголок. Три дня назад мы приехали в город Ейск для того, чтобы поздравить нашего партнера по бизнесу, Артема Тимофеева, с очень классным, ярким событием в жизни, это свадьба. Но мы любим путешествовать, да, мы всегда совмещаем приятное с полезным. И вот на свадьбе мы познакомились с этим прекрасным, доброй души человеком Жанной Моториной. Честно скажу, не совсем знали, но оказывается, Жанна наш вышестоящий спонсор в компании Армель. Да, вот так, друзья, бывает. И очень классно, когда ты приезжаешь в незнакомый город, но чувствуешь себя как дома. Вот сегодня мы ночевали у Жанны, с ее супругом Александром, с его замечательными, с их замечательными детками. С утра у нас такой домашний завтрак, домашний сметанный творог, масло деревенское, абрикосы сочные, сладкие, если бы могли, угостили бы вас. И сейчас мы просто сидим, общаемся. Я бы очень хотела, чтобы наши партнеры Жанн и те люди, которым просто будет интересно посмотреть это видео, просто немножечко узнали побольше информации о тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Армель, да, где ты живешь? В общем, будет очень интересно. Я живу в небольшом поселке, это поселок Степной Краснодарского края. Это же поселок. Да, это поселок. В интернете он называется Хутор. Здесь небольшое население, около тысячи человек. Всего? Всего тысячи человек? Всего тысяча человек. Кразительно. Но, несмотря на то, что мы живем в таком, казалось бы, небольшом месте, мы общаемся с ребятами из города Ейска. И поэтому, когда мне только предложили пойти в компанию Армель Алена Арефьева, то я сразу организовала встречу с нашими ребятами. Ребята загорелись идеей, и бизнес у нас просто, можно сказать, выстрелил. И поэтому, несмотря на то, что у нас тут и интернет не такой, как хотелось бы, я вообще не умела пользоваться ни Инстаграм, ни ВКонтакте, только в Одноклассниках там. Поэтому бизнес можно вести, находясь вообще в любом месте. Не обязательно, чтобы у вас большой был город, большой круг общения. Вы всегда найдете себе партнера. У нас сейчас в нашей структуре более 10 тысяч человек. И товарооборот, но это благодаря и вам тоже, и товарооборот ежемесячно проходит 100 тысяч баллов. Это примерно около 9 миллионов рублей. Я думаю, что не каждый магазин, даже раскрученный, может похвастаться. Получается с самого начала в компании? Да, с самого начала, как она только появилась, мы еще на предстарте даже заходили. Получается где-то 3 года, да? 3 года, да. То есть за 3 года получается выросла структура в 10 тысяч, да? Да. Причем, смотрите, какая интересная ситуация. Жанна живет в поселке, где население тысячи человек, а структура уже в 10 раз больше. Я думаю, что, друзья, очень важно услышать эту мысль для тех, кто как раз-таки, может быть, по каким-то причинам не строит бизнес или боится начать и думает, я живу в таком маленьком городке, где маленькая численность населения. И у нас уже есть там 1-2 человека, да, которые продают духи Армель. Вообще, вот даже нету и доли сомнения, да, вот для этого, скажем так, я не знаю, возражения, да, или факта. Вот реальный пример, да, человека. Я слышала такие истории, что вот где-то в глубинках человек, это для вас, наоборот, такая огромная возможность. То есть, смотрите, вы можете жить там, где вам комфортно. Вот мы сегодня прочувствовали вкус свободы. Знаете, когда утром просыпаешься, поют петухи, выходишь на стол, а тебе гостеприимно творог со сметаной. Вообще классно, обалденно, вкусно, всё домашнее. И сейчас мы даже пойдём к соседям. Вот понимаете, какие люди гостеприимные. Пойдём смотреть животных, для нас это декорит. И собирать черешню. Собирать черешню с куста. Вы, кстати, посмотрите обязательно следующее видео, как мы будем собирать с куста черешню абрикосы. Но сегодня, да, вот в этом видео хотели вам донести именно идею, которая многих останавливает. Я думаю, что наоборот... Я знаю, что такой же вопрос вообще. Вот из тысяч человек, кто здесь предупреждает, есть бизнес-партнёры? Да, есть у меня партнёры в посёлке. Да, есть в посёлке. Сколько человеков именно? Ну, было раньше больше, а активных осталось человек пять. Вот представьте себе, да, многие говорят о том, что, ну, в нашем городе, в нашей стране, там, я не знаю, в вашем месте проживания, ну, люди какие-то другие, вот, им ничего не надо и так далее. Тоже самая такая ситуация. Из тысячи человек, а тут все друг друга знают, да. Мы, когда ехали сюда, просто заехали в этот посёлок и просто спросили, где. И нам два раза останавливались, корректировали, да, движение. Все говорят, вам нужно туда ехать, потому что здесь все друг друга знают. И, соответственно, о том, чем занимается их семья, да, знают абсолютно все. Но из тысячи человек всего пять партнёров, которые находятся в этом бизнесе. Вот. Поэтому нет проблем для таких вещей. Люди везде одинаковые, да, и не все тысячи подписались, берут продукт и так далее. Так и, по сути дела, и в ваших городах и местах проживания. Но нет проблем для развития. Даже если вы находитесь в маленьком посёлочке, маленькой деревне, у вас есть тысячи возможностей, да, встретиться с двумя-тремя людьми, которые проживают в ближайшем городе, да, где-то родственникам позвонить из другого города. И, может быть, благодаря нескольким встреч у вас вырастет такая огромная структура в три тысячи, в десять тысяч человек, да, с такими товарооборудовыми, да. Да, ведь до сегодняшнего момента, ну, как бы тоже, да, не были лично знакомы, а бывает, что вот в глубине находятся люди, которые, которым понравилась эта идея бизнеса, и они начинают активно-активно развивать сеть, да. Я думаю, сейчас пришло самое время, Жан, тебе сделать приглашение в твою замечательную, дружную команду, потому что наверняка кто-то сейчас будет смотреть видео и скажет, «О, а Жанна моя одноклассница», или «Ой, а мы вместе с Жанной в роддоме лежали». И очень бы хотелось, чтобы благодаря вот этому видео люди просто вспомнили о тебе, связались, потому что под этим видео будут контакты. Тебе слово. Приглашаю всех в нашу дружную команду. Не бойтесь начать новое дело, не бойтесь, что вы там что-то не знаете, что-то не умеете. Посмотрите, какие лидеры в моей команде. Еще такие замечательные лидеры, как Янина Иеремеева, Алексей Нестеров, Артем Тимофеев, Мила Матвеева, они все находятся в моей команде. Поэтому... Уже с Дианой. Да, Артем уже с Дианой, да, уже второй день, да, поэтому не бойтесь начинать. Я сама даже не умела интернетом пользоваться так, просто писать сообщения. Сейчас благодаря Армель я научилась и в Инстаграме веду страничку, и ВКонтакте, и с людьми общаюсь. Поэтому ничего страшного, приходите все в нашу команду. Ну, всем пока. Всем пока, мы идем кушать творог, и собирать черешню. Есть вкусные, обалденные персики, прям вкусно. Пока-пока. Пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.